Педагоги Махачкалы решили поддержать врачей. По инициативе мэра столицы учителя приступили к пошиву марлевых масок для горожан. Ведь чем больше людей защищены средствами индивидуальной защиты, тем меньше будет больных в медучреждениях города. Хадижа Курбанова расскажет подробнее об этой акции. Учителя не смогли остаться в стороне в условиях нехватки средств индивидуальной защиты. Более 40 неравнодушных педагогов шьют маски ежедневно. Елена Растегаева одна из тех, кто первая приступила к шитью масок. Говорит, что стала волонтером, потому что желает помочь людям. Просто помочь. Потому что жалко, что кто-то умирает, болеет. На сегодняшний день это очень тяжело. Потому что видя, как близкие, друзья, семьи болеют, это очень тяжело. На данное время хочется просто помочь. Учителя уверены, чем больше людей будут ходить в масках, тем выше вероятность уберечься от заразы. А следовательно, и меньше ковидных пациентов будет у врачей, которые сегодня, объединив все усилия, борются с болезнью. Поддерживать наших врачей решили таким образом. Как мы можем, так и поможем. Потому что в данное время очень много больных среды, родных, родственников. В течение дня у нас получается где-то 300-350 масок. А за 3-4 дня мы сдаем 1500 готовый вариант. Закупают материал для производства масок мэрии столицы региона. Социальный проект поддержан городским штабом по предотвращению распространения COVID-19 на территории Махачкалы. На сегодняшний день более 80 тысяч масок мы уже произвели в рамках работы городского оперативного штаба. И мы раздали маски волонтерскому корпусу, военкомату, сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого мы подключили бизнес-сообщество, и бизнесмены будут закупать эти маски. Маски, сшитые педагогами махачкалинских школ, раздают на улицах самых многолюдных местах. Их получают пассажиры общественного транспорта, автовладельцы, посетители столичных рынков, магазинов и аптек. Совершал прогулку такую небольшую по городу и увидел, что здесь администрация города раздает маски. И хотелось бы призвать наших людей беречь себя, соблюдать гигиену, рук, одевать средства защиты, чтобы максимально уберечь себя и своих родных и близких. Директора образовательных организаций города отмечают, что добровольцев среди педагогов становится все больше. Каждый хочет принять участие в эстафете добра и передать ее другим. Педагоги планируют наращивать объемы пошива масок, так как необходимость в них растет.